Несмотря на совсем не крещенские морозы, а наоборот осенний проливной дождь, желающих окунуться в местном Иордане было достаточно. А вот цель погружения в воду у каждого своя. Для очищения души и тела. Для здоровья. Закаляться. Традиция, так надо, с Божьей помощью. При этом для всех купающихся, несомненно, лишь одно – это полезно для организма. С этим согласны и медики, и представители церкви. Более того, многие уверены, те, кто в крещении окунется в воду, до следующего праздника не будут болеть. И тут уж каждый сам выбирает, во что больше верить – чудодейственные свойства воды или устойчивый иммунитет. Сегодня, когда окунулись в воду, все равно оставили, наверное, все нечистое, что у нас лежит на наших плечах. И вышли, наверное, по-новому, по-другому. Окунание – не дело нескольких секунд. Недостаточно просто зайти в воду. По канонам каждый крестится, а затем троекратное погружение с головой. Не побоялись, потому что мы все круглый год совершаем очень много грехов, и сегодня как бы все грехи прощаются. Хотела давно, никак не могла решиться. Вот первый год решилась. Даже несмотря на теплую и совсем не зимнюю погоду, после такого купания очень, кстати, горячий чай или кофе. А уж тем более уха, особенно, если она приготовлена по необычному рыбацкому рецепту. Обычно дома как готовят? Клуб, картошка, рыба и все. А по-другому все. Тут надо все по пропорциям вложить. Когда надо знать, когда рыбу положить, когда лук, когда соль. Вы знаете, наверное, не то главное, что мы сегодня сделали, а то, что мы все вместе встретили этот праздник. Каждый по сильным своим каким-то участиям подготовил кто уху, кто чай, кто просто теплые палатки подготовил, кто купель подготовил. В этот день на пляже дежурили наряды милиции и спасателей, но их помощь не понадобилась. К счастью, обошлось без происшествий. Сюзанна Авакян, Игорь Харламов, Первый Приднестровский телеканал.